Это произошло в марте 2010 года, когда на железнодорожном вокзале Филадельфии еще работало информационное табло, на котором с металлическим шелестом сменялись буквы в названиях пунктов назначения. Сирена Дрю стояла прямо перед ним, напряженно высматривая, когда появится следующий поезд до Балтимора. Почему здесь так поздно показывают номер перона? В Балтиморе сообщают заранее. Парень сирены стоял рядом, но его расписание поездов не занимало. Бросив один единственный взгляд на табло, он уткнулся в свой телефон. Покачал головой над каким-то сообщением, промотал следующее. А не только что с воскресного обеда у родителей Джеймса. Сирена встречалась с ними впервые. Последние две недели она ужасно нервничала из-за этого. Прикидывала, что надеть. В итоге, джинсы и водолазка, стандартный альбом выпускницы, чтобы не показалось, будто она старалась принарядиться. И сломала голову, подбирая подходящую тему для разговора. Но все вышло удивительно хорошо, подумала она. Родители приветствовали ее сердечно и сразу же попросили называть их Джордж и Дора. А мать оказалась такой болтушкой, что с беседой не было вообще никакой проблемы. «В следующий раз», — заявила она после завершения обеда, — «ты должна познакомиться с сестрами Джеймса, с их мужьями и детками. Мы просто не хотели тебя смущать с самого начала». «В следующий раз», «с самого начала», — звучало обнадеживающе. Однако сейчас Сирена не ощущала никакого триумфа. От нахлынувшего облегчения она полностью расклеилась и чувствовала себя измочаленной тряпочкой. Они с Джеймсом познакомились в начале учебного года. Джеймс был таким красавчиком, что Сирена страшно удивилась, когда он вдруг пригласил ее выпить кофе после занятий. Он был высоким и худощавым, с копной каштановых волос и коротко постриженной бородкой. Сирена, напротив, чуть ли не пышечка, а завязанные в хвосте крусые волосы до того светлые, что почти сливаются со светлой кожей. На семинарах он обычно сидел, лениво откинувшись на спинку стула. Ничего не записывал и вроде бы даже не слушал, но потом вдруг встревал с неожиданно проницательным замечанием. Сирена опасалась, что он сочтет ее скучной. Однако Джеймс оказался удивительно приятным собеседником. Они посмотрели вместе множество фильмов и сходили в кучу недорогих ресторанов, а ее родители, жившие в этом же городе, уже несколько раз приглашали их вместе на обед и сообщили Сирене, что он им очень нравится. Вокзал Филадельфии был просто величественным по сравнению с вокзалом в Балтиморе. Громадный, с невероятно высоким кессонированным потолком, а люстры похожи на перевернутые небоскребы. Даже пассажиры казались наголову выше пассажиров в Балтиморе.